Всем привет! Меня зовут Громакина Ярославна. Я автор блога Нашидети.ру И сегодня я хочу с вами поговорить о Форексе. Вообще наверняка вы многие о нем слышали, но боялись, возможно, участвовать на биржах и в торгах, в принципе, как и я. Потому что там на первый взгляд кажется, что все очень сложно, замысловато. Люди считают, что нужно иметь какое-то экономическое образование, чтобы там работать. На самом деле сейчас это очень популярно, актуально. И давайте разбираться вместе, чтобы мы могли осваивать Форекс вместе. Я хочу выпустить целый ряд нескольких таких видеопрезентаций. Это будет как будто первый урок. И сегодня мы просто с вами поговорим о том, что такое финансовые рынки и для чего они нужны, и как мы будем с помощью них зарабатывать. Ну вообще есть разные инструменты для зарабатывания денег на рынках. Основные это акции, они же ценные бумаги. Затем это валюта. Ну какую валюту мы знаем? Доллары, евро, рубли, юани и прочее. И есть различные природные ресурсы, скажем так. Это нефть, газ, золото, драгоценные металлы какие-то, драгоценные камни и так далее. В зависимости от используемых инструментов, все финансовые рынки можно поделить на три категории. Значит, первый финансовый рынок это у нас фондовый рынок. Фондовый рынок это он как раз занимается ценными бумагами и акциями. Затем у нас есть валютный рынок. Валютный рынок он как раз занимается валютами. И именно с ним мы и будем в дальнейшем работать. И есть также товарно-сырьевой рынок. Товарно-сырьевой рынок это тот рынок, который занимается с различными природными ресурсами, драгоценными металлами, золотом и так далее. Вообще самый старый рынок это, конечно, товарно-сырьевой. Он появился, наверное, тогда еще, когда люди что-то могли добыть, и это поменять бартером на другой товар. Этот рынок самый старый, но он имеет один из самых небольших доходов по сравнению с двумя другими рынками. Если говорить о среднем доходе, это идет у нас дальше фондовый рынок, акции, ценные бумаги. И самый большой денежный оборот это у валютного рынка. С валютным рынком мы и будем работать. Но мы в дальнейшем будем работать с валютами, такими как евро и доллар. Есть, значит, один такой человек, его зовут Джордж Сорос. Это первый человек, который, наверное, смог заработать хорошую сумму именно на валютном рынке. Он заработал 1 миллиард долларов. Как он заработал? Значит, жил он в Англии. А в Англии на тот момент были две основные валюты в ходу. Это марки и фунты. Причем марки, они были дешевле, чем фунты. И он решил сделать такое. Он скупал все марки. Он скупил столько много марок, что их стало не хватать. А когда у нас имеется дефицит чего-либо, на него возникает спрос. И для того, чтобы это как-то компенсировать, люди начинают предлагать большие деньги за редкие товары. И поэтому марки очень сильно выросли в цене. То есть скупил он их дешево, продал очень дорого. И когда он это сделал, считается, что он разорил три крупных английских банка. За счет чего он был объявлен персоной Нонграта в Англии. Он уехал жить за границу в Америку. Хотя потом ему въезд был разрешен. Но он больше туда так и не возвращался. Ну вообще, что касается валютного рынка. Ну как вообще можно на валюте играть? Вы знаете, допустим, доллар тот же. Какое-то время доллар стоил, допустим, 30 рублей. А потом буквально за один день он стал стоить в два раза больше. Как можно было бы на этом выиграть? Это, наверное, одна из таких легких и понятных всем схем. Надо было купить как можно больше долларов. Допустим, вот у вас есть 300 тысяч. Если, грубо говоря, доллар стоил 30 рублей, вы могли купить 10 тысяч долларов за 30 рублей. И на следующий день, когда доллар стоил 60 рублей, то вы могли бы продать свои 10 тысяч. И вы бы продали их уже за 600 тысяч. То есть вы свои 300 тысяч превратили в 600. Грубо говоря, вы заработали уже 300 тысяч. Но хорошо заработать можно не только на подъеме курса валюты. Заработать так же хорошо, абсолютно так же можно и на падении. Вот как зарабатывать на падении, некоторые люди не очень хорошо понимают. Я вам постараюсь сейчас это объяснить. Предположим, наоборот. Доллар стоит 60 рублей, а завтра он станет стоить 30. Как мы заработаем. У нас также есть 300 тысяч рублей своих, которые мы можем инвестировать. Мы берем эти 300 тысяч и идем в банк. Мы идем в банк и просим у него кредит. Но кредит мы просим в валюте. Мы просим кредит в сумме 10 тысяч долларов. Напомню, доллар у нас стоит сейчас 60 рублей. То есть если мы будем в рублях отдавать, мы должны были бы вернуть банку 600 тысяч. Будем так грубо считать. Мы берем кредит 10 тысяч долларов. Все, завтра обвал цен и доллар у нас уже... А, мы берем 10 тысяч долларов и идем обмениваем их на рубли. То есть мы взяли 10 тысяч, за 60 рублей их обменяли. У нас на руках 600 тысяч рублей. На завтрашний день обвал цен. Доллар стал стоить на 60, а 30 рублей. А у нас есть 600 тысяч. Мы берем за эти 600 тысяч 300 тысяч. И за 300 тысяч мы покупаем 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов. Ну, потом, дальше поцент мы возвращаем в банку. И у нас на руках остается прибыль 300 тысяч рублей. Так же самое, как было в первом случае. Вот. Еще что касается валютных рынков, торгов, форекса. Мы будем работать с американской фондовой биржей. Почему мы не работаем с российской фондовой биржей? Ну, во-первых, американская фондовая биржа, в ней очень много перспективных компаний. Например, мы возьмем, например, Apple. Вот доход от одной только этой фирмы, он составил, он был выше в два раза, чем весь доход российской фондовой биржей. То есть в российскую фондовую биржу входит очень много различных также структур. Это и газ, и нефть, и наши производители крупных машин, там, ВАЗ, ГАЗ. Все, все, что входит, это формирует российский фондовый рынок. Одна только фирма Apple по доходу превысила весь российский фондовый рынок в два раза. Да, понятно. Потом американский фондовый рынок, он предлагает очень много хороших инновационных идей. Ну, что, например, есть Tesla Motors, да, это электрокар. Планируется, возможно, что будет такое, что придется заменить нам топливо, к которому мы привыкли, там, нефть, газ, бензин и прочее, на все-таки электричество, и это более экологически безопасно в будущем. В принципе, неплохая фирма Tesla Motors, я думаю, что инвестировать в нее так же можно, но в будущем, возможно, будет за такой именно техникой. Потом хочу вам рассказать немножко о банках. О российских банках. Ну, какие вы знаете пример банки? Ну, что это? Ну, Сбербанк, там, Росбанк, Сельхозбанк, Ниссансбанк. Их очень много, все вы их знаете. И наверняка всегда слышали, что есть такое Центробанк. Что за Центробанк? У кого-нибудь есть карточки от Центробанка? Нет. Почему? Потому что Центробанк, он не работает с физическими лицами. Центробанк, он работает только с другими коммерческими банками. Тот же самый Сбербанк, это коммерческий банк. С физическими лицами работают у нас коммерческие банки. И для того, чтобы им работать, им нужна лицензия от Центробанка. Как банки коммерческие, вообще откуда у них доход? Ну, кредиты. Кредиты, ипотека, будем рассматривать, что это как-то, тоже это кредит, да? Первое, кредит. А второе, допустим, это что? Комиссии. Все вы знаете, чтобы заплатить за детский садик, платить какие-то штрафы и прочее. Бан берет комиссию за перевод. И вклады. Как вы думаете, какой из этих трех названных категорий самый доход? Почему-то у наших людей, у российских, сложился такой менталитет, может быть, все мысли, многие сидят в кредитах, и они считают, что банки на кредитах вообще зарабатывают очень много. Вот это мнение, как ни странно, оно самое ошибочное. На кредитах банки теряют. А если банки теряют на кредитах, зачем они им дают? И как они теряют? Ну, вообще считается, что если 10 человек взяли кредит, то в среднем не платят кредит шестеро из десяти. Четверо из тех, которые платят, двое из них платят хорошо, постоянно, исправно. Это послушные граждане, у которых есть хороший, допустим, средний доход, которые оплачивают кредит. А двое из этих плательщиков, они платят, но не так платят. Там есть деньги, там платят, где-то не платят, проценты набегают, прочее, платят, тяп-ляп, да, через пенька водит. А шестеро вообще не платят. То есть, по сути, на кредитах банки теряют. Да, есть там коллекторские службы, но сейчас законно, там уже сточили, да, что коллекторы не могут там ходить на званиях, убивать, терроризировать людей. И тем более банкам стало еще более трудно возвращать те деньги, которые они дали под кредит. Для чего тогда вообще банки дают кредит, если это им не выгодно? Дело в том, что для того, чтобы получить лицензию от центра банка, именно коммерческие банки обязаны выдавать кредиты. Как только коммерческий банк перестает выдавать кредиты, нужно быть готовым к тому, что у этого банка отзовут лицензию. Поэтому кредиты они дают. Неплохо банки зарабатывают на комиссиях. Ну, у каждого есть карточки, да, там, пластиковые банковские, по которым мы расплачиваемся, которыми мы постоянно пользуемся, привязаны к мобильному интернету и так далее. Вот именно на комиссиях банки зарабатывают. Потому что если вы хотите оплатить какую-то услугу, с вас автоматически с карты снимут этот процент. Хотите вы, не хотите. Если у вас деньги снимут, нет денег, вы не сможете оплатить за эту услугу без процента, да, без комиссии. И вот здесь доход с этих комиссий, он как бы перекрывает кредиты. То есть если в кредитах банк немножко уходит в минус, то насчет комиссий, комиссии же не особо такие высокие, а все-таки банк уходит в плюс. И все-таки то, на чем банки больше всего зарабатывают, это у нас вклады. Ну, многие, наверное, из вас имеют вклады, или если не имеют, то когда-нибудь всегда хотели, узнавали. Вклады, они имеют разные проценты. Ну, будем грубо говорить, ну, допустим, там от 1 до 10 процентов. В самом лучшем случае. Если мы будем говорить о валюте, о евро и долларах, то в среднем будем считать, что там 1 процент в год. Вот 1 процент в год. Откуда берется этот процент? Вот вложили вы 10 тысяч долларов на вклад, то есть через год у вас будет 10 тысяч 100. Откуда банк берет 100 долларов, если у них ипотека была минусом, да, комиссия чуть-чуть плюсом, и минус на плюс он сдал ему ноль. Откуда берутся деньги, чтобы вам их выплачивать? Все дело в том, что когда... Вот здесь мы подходим больше к нашей теме, которая нас интересует, к Форексу, да, и там валютных рынков, торговля, пиржах и так далее. Дело в том, что в банках работают такие люди, их называют трейдеры, вот такие солидные там дяденьки, тюзеньки, возможно, которые ходят в костюмчиках, там в галстуках, и они именно занимаются торговлей на бирже. Они зарабатывают деньги для банков. Они играют вот на этих валютах. То есть, грубо говоря, вы вложили 10 тысяч долларов, но они у вас не лежат мертвым грузом. Вы, конечно, ждете год, через год, когда у вас этот процент упадет, 10 тысяч, чтобы эти 100 долларов, возможно, потратить, или там, впустить на какие-то свои нужды, или дальше, чтобы они лежали на себя. Эти трейдеры, они вашими деньгами пользуются. Вот эти 10 тысяч, которые вы положили, они их берут в работу. И считается, что у хорошего трейдера должен быть за год оборот 500%. То есть, если вы положили 10 тысяч долларов, к концу года они должны превратиться в 50 тысяч долларов. 500%. Из этих 500%, процентов 20, к примеру, трейдер может забрать себе, ну, какая мы поговорим здесь с банком, один всего лишь процент. А дадут вам на ваш вклад всего 1% из 500. И остальное, конечно, забирает тот банк, тот банк, который вы дали деньги, этот банк, который дал эти деньги трейдеру, основной процент, там, 80%, то есть, то есть, процентов, собирает себе банк. И уже с этих денег можно выдавать и кредиты, да, в дальнейшем, чтобы лицензия была. Вот именно на вкладах самые хорошие доходы у банка. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний урок. Если вы хотите продолжать дальше, подписывайтесь, ставьте лайки, проходите по ссылке, которая будет дана внизу. И смотрите следующие уроки, и вместе с вами мы будем осваивать финансовый рынок. Спасибо.